Все говорили о том, что это русский след, что русское консульство специально за заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете. На ложках поиграть. На ложках, да. Для канала я хочу сказать огромное спасибо. Вообще команда, которая нас выручала, это в первую очередь из русского консульства Эли и фамилию Кснэн. Да, замечательный парень, который нас вызволил, австралийское посольство Блица Пимов, потому что они нас отбили, конечно, очень сильно. Ребята из Америки, ну и все наши друзья, все правозащитники, кто за нас боролся, наши родные, наши поклонники, спасибо огромное. Мы на свободе и мы продолжаем дальше двигаться дальше в тур. Когда левого жилья улетел, не было отчаяния такого, кто застрял? Да нет, слушайте. Ну, я понимаю, что этот момент очень был, конечно, нервозный, но, слава богу, что все получилось так, как получилось. Все нормально, все получилось, да. Вчерашний день был решающим. Ну, вчера, дело в том, что вчера в час дня собиралось министерство в Таиланде, кабинет министров, там парламент собирался, они полтора часа решали вопрос о группе ВИДО, после чего они сказали, валите на хрен за с вами. Все, ребят, спасибо. В Белоруссии мы, когда в прошлый раз беседовали с тобой, со Львом, вы как раз за неделю до этого были в Белоруссии, с тех пор, по-моему, прошу полтора-два года. Ну, год мы, как правило, ездим, у нас туры в Белоруссии, это там Минск, Бобрусь, Гомик, Гродно, весной были, сейчас, по-моему, в рамках Славянского базара есть рок-день, и наши сольные выступления мы будем играть. И, нет, с периодичностью раз в год мы, конечно, приезжаем. Ну, или меня, когда вот совсем ностальгия замучает, я могу сорваться на пару дней и приехать в Бобрусь, летом особенно, это приятно, в город детства погулять, так. И, ну, буквально два дня. У меня Руслан Олег был недавно, который тоже из Бобруська. Мы с ним, кстати, я узнал, оказывается, в школе в нашей, мы с ним из одной школы. Да. Я был в нашей школе, зашел в свою школу, там музей имени меня и его, потому что мы главные два мужчин. Один музей? Один музей, и там какие-то пионеры-герои, которые когда-то, там еще во время войны, партизаны, и также он и я, мы, оказывается, в одной школе. Ну, видимо, с разницей в 10 лет. Я старше его, да. А я как раз Руслану говорил вот по поводу, вот этот мем существует, да, там, в Бобруськ животное. Не обидно и вообще вот почему вот это появилось или не приходилось сталкиваться с этим? Наверное, надо копать от Ильфа и Петрова еще. А, это, да? Вот оттуда надо копать. Не знаю, а как момент это произошел, сколько не знаю. А обычно провинциальный город, тихий, красивый, скажем так. Для меня это, знаешь, этот город как Маконда, город, который я придумал там для себя, поэтому это я люблю приезжать там на пару дней, но не больше. А, допустим, в Австралии есть ностальгические места? Все-таки столько лет? Ну, знаешь, на протяжении всех двухтысячных мы, конечно, туда приезжали, если вы, мы сводили альбомы, поэтому было отчасти актуально. Сейчас, конечно, долго лететь, 24 часа, поэтому мы как-то ближе. Лондон, либо Лос-Анджелес. Вот. Но в Австралии не было сколько? Четыре года. Но в следующем году хочу, детки подрастут, надо их сводить. Паспорт австралийский, да? Ну, да, да. Детки тоже хочу их сводить, посмотреть. Ну, чтобы чуть постарше были, чтобы кто-нибудь запомнился. Запомнился. А земля обетованная там есть какие-то? В Израиле периодически приезжают, родители же там живут. Ну, просто отдыхать или? Просто отдыхать, да. Ну, раз в полтора года у нас какие-то концерты проходят там. Отличается вот публика от, допустим, Московской? То же самое все? Я по энергетике имею в виду. Абсолютно нет, не отличается там ни от Риги, ни от Тель-Авива, ни от Дюссельдорфа, или там, не знаю, там, Киева, там, Владивостока. Ничем не отличается. Неполит корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Пристрастно, но без сарказма.